От села сорезок, бульба сортировок и льно-молотилок до первого в свете комбайна на газомоторном палеве. Акционерное товариство «Гомсельмаш» сегодня означает 90-годовый юбилей. Предприемство, которое называют «набытком белорусского народа», подводят выники из сустракая гостей. Коллективу ветеранов предприемства повиншовал президент краины Александр Лукашенко. Дякуяши розуму и таленту многих поколений, у машинобудовников «Гомсельмаш» перетворился у соправданного гиганта, который задает тренды не только на Айчинном, но и на Сусветном рынке. Выполнены, что в дальнейшем предприемство будет визитной карткой Беларуси, и ваш дружный коллектив протягнет активно поширать модельный рад техники и находясь новых партнеров. В этот святошный день ожидаю вам профессийных успехов, а вашим родным и близким мощного здоровья, счастья и добробыту, говорится в Веншаванне. В святошном мероприемстве наведали наши корреспонденты. Новые «Гомсельмашевские комбайны» в центре города и веселая музыка в оркестровом выконании, присвячены 90-годию предприемства «Урашистий сход», проходят в Палаце культуры шагунышников. Тут и залы вмешательные, и фойе великое. В оселеке, випадку, тут можно и фотозону створить, и презентацию книги, выдачную специально до юбилея провести. Плюс организовать выставу с больше 200 спортивных узнагород, которые «Гомсельмаш» отримал за последние 10 годы. Хоть вядома гонорация у акционерным товарыстве не только с портунными досягнениями. В вытворшем плане так само есть шим похвалиться. Сейчас конвейер работает с колес, техника востребована, и на сегодняшний день расписан уже весь пакет заказов до Нового года. Сяросшматлики гостей – керовники компаний-партнеров. Сёня «Гомсельмаш» ожицевляет поставки продукции у Казахстан, Армению, Молдову, Таджикистан и Зимбабве. Алибадай – самый значный споживец белорусской сельско-господаршей техники Российская Федерация. В 2019 году, конкретно в августе 2019 года, мы заключили договор о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и компанией АО «Росагролизинг». И, в принципе, с этого момента начались поставки комбайнов «Гомсельмаш» в Российскую Федерацию. За это время поставлено более 100 комбайнов. И я хочу сказать, что данная продукция, она востребована сельхозтоваропроизводителем Российской Федерации. Мы сейчас как раз наметили планы на 2021 год, планируем утроить объем поставок. Свою историю «Гомсельмаш» отличиваясь с 1930 года, коли первую продукцию дал литейный цех. Хоть в уголе проект будовництва в Гомеле завода по выпуску сельско-господаршей техники был затвержен еще в 1928-м. Тогда же сюда начали приезжать первые будовники. В наступном году отбылся митинг, присвеченный закладцы первого каменя у подморок сборочного цеха. Сегодня шмат, кто с працевников предприемства, может сказать, что «Гомсельмаш» – это их життё. Я фактически всю жизнь отдал этому заводу. Тогда еще «Гомсельмаш» отмечал только 50 лет «Гомсельмаша», сейчас уже 90. Вот так прошла моя жизнь здесь на заводе. На одном месте я уже 40 лет. Я хочу поздравить всех с этим большим для нас праздником, пожелать всем здоровья, успеха в работе, благосостояния, чтобы не было забастовок, чтобы все трудились, у всех была работа и достойная зарплата. Дякуючи разуму и таленту машинобудовников, сегодня «Гомсельмаш» угоходится в пятерку сусветных лидеров по вытворчасти сельско-гаспадаршей техники. В 2018-м тут почался выпуск первого в свете камбайна на газомоторном палеве. Летость освоили вытворчасть косилок для уборки рысу. Все лето провели приемочное выпробование камбайна нового класса, призначенного для фермерских господарок, а так само аграры в широке Украин, Азии и Африки, которые работают на невеликих палетках. Безусловно, новая техника будет производиться. На сегодняшний день мы показывали на агросалоне новую машину 3321 с двигателем Stage 0 производства компании Cummins. На сегодняшний день мы выпустили сегодня в поля экспериментальный образец новой модели КВК-800. Она оснащена дополнительными опциями, системой пожаротушения, улучшенный интерьер кабины, полный привод. То есть складная жадка. То есть эта модель полностью соответствует всем европейским нормам, всем европейским критериям. И она более чем конкурентна не только на рынках России, Казахстана, Украины, а в том числе и в Европе.